Привет всем на моем канале. В этом ролике мы протестируем пульты от Android Smart TV Box на телевизоре Samsung 2020 модельного года серии TU7100, обзор на который есть на моем канале. Также есть установка этого телевизора на стену, кронштейны, все это есть уже. Также есть установка приложений, кстати, на этот телевизор на моем канале, посмотрите эти видеоролики. В этом ролике мы протестируем работу пультов от Android Smart TV Box, потому что обычный пульт, который идет в комплекте, он старого образца, инфракрасный, с массой неудобств и наличием не всех кнопок, которые хотелось бы иметь. Такие вот пульты, это пульт MX3, по-моему так он называется, обзоры на все эти пульты есть на моем канале, и также вот в описании к видео есть ссылочки на все вот эти пульты и на их обзор, и где их можно купить. Это MX3 с клавиатурой, это Q6, 17 кнопок, все программируются, а вот такой вот пульт. Это G10S с подсветкой от Geotex, это также Geotex G21S, G50S и возможно еще возьмем G21S, хотя функционал вот этих двух, скорее всего, будет совпадать с пультом G20S, поэтому этого будет достаточно. Вот такой вот набор пультов будем сегодня тестировать с телевизором Samsung. Вот это родной пульт, он инфракрасный, само собой на нем не особо удобно пользоваться, здесь в принципе-то есть кнопки навигации и плей-пауза, но тем не менее. Что же, приступаем. Первым у нас будет вот такой вот MX03 пульт, вот донгл от него и я буду его подключать к телевизору. Подключать буду USB-порт, который здесь, к слову, всего лишь один. Протестируем кнопочки. Значит, как видим, сразу же работают кнопки влево-вправо и вверх-вниз. Попробуем нажать ОК. Кнопка ОК также работает, запускает видеоролик. Отлично. Попробуем громкость. Громкость, во всяком случае, на этом пульте вызывает какую-то функцию, которая недоступна. Переключение каналов также вызывает какую-то функцию, но она здесь не та, которая нам нужна. Попробуем возврат. Возврат не работает. В саб-меню не работает. Домик. Также не работает. Попробуем кнопки Play. Пауза. Перемотка. Перемотка работает. Так, мотать можно влево-вправо и в большую-меньшую сторону. Переключение роликов. Так, здесь вот по нажатию на переключение вперед выскакивает меню отключения телевизора, которое выскакивает при нажатии на кнопку под самим телевизором, то есть при ручном управлении. Здесь можно выключить, переключить канал. То есть это не совсем переключение треков. Также есть кнопочка поиск на данном пульте. Давайте этот пункт меню отключим. Кстати, если нажимать ОК, ничего не происходит. То есть это не совсем ОК, это Play. Пауза. Так, как же теперь вернуться? Ну, давайте вот так. Да, вот. Отлично. Возвращаемся на стартовую позицию. Теперь попробуем кнопка поиск, что делать у нас. Что-то делать, но что не совсем понятно. Кнопка Play. Пауза. Ничего не происходит. Увеличение и уменьшение. Также ничего не происходит. Кнопка домой. Возврат никаких функций не выполняет. Громкость. Мы уже определились. Отключение звука. Также не работает. Курсор мыши. Также не работает. Пульт, кстати, с гироскопом. И с голосовым поиском. Хотя нет, она без голосового. Цифровые кнопки. Единичка. Двойка. Тройка. Ну, давайте это мы проверим в IPTV плеере. Вот эта кнопочка, которая здесь. Также никаких функций не выполняет. Браузер, кстати, вызывается абсолютно без проблем. Вызвал браузер по нажатию на кнопочку Internet Explorer. Давайте попробуем в браузере. Нажимаю курсор мыши. И смотрите, курсор работает абсолютно без проблем. В браузере курсор работает. Нажимаю ОК. Клавиатура срабатывает. Покажу поближе. То есть этот пульт вполне себе функциональный. Так, давайте еще хочу сразу проверить вот эту клавиатуру с этой стороны. Набираю текст. Не совсем хорошее слово пишет он. Но, да, и так и написал, в принципе. Хотя я просто от фонаря нажимаю кнопки сейчас. Вот, О, кнопка работает на J. Ну, как бы не совпадают абсолютно символы, кроме пробелок. Цифры, кстати говоря, вводятся абсолютно без проблем. Возврат здесь не работает. Домик также не работает. И поэтому не совсем понятно, как вернуться в предыдущее меню. Кнопка Submenu здесь вызывает поиск. Пытаюсь что-то набрать. И теперь хочу попробовать клавиатуру вот эту. Q. Здесь на английском. Смотрите, и все совпадает. Смотрите, цифры, кстати, вводятся без проблем. Символы. А символы вот через раз как-то. Причем здесь я вообще не переключаю раскладку. И у меня работает английская клавиатура. Вот, символы, все работает. Ну, в общем, как-то вот так работает этот пульт. Далее. Давайте попробуем еще переключить раскладку здесь на английский. И что будет, если будет английская раскладка? Очищу список. Теперь вообще какие-то символы вводятся. В принципе, там можно использовать и окей, и все остальное подтверждает. И удобно, если вы пользуетесь браузером. То есть можно подытожить так, что для тех, кто любит пользоваться браузером, все без проблем. Можно в дополнение брать такой пульт. Теперь я подключаю вот такой вот пульт. Это G50s. Здесь немножко меньше кнопок. Ну, протестируем так же его в этих приложениях. Пробуем отключить телевизор. Кстати говоря, там мы не попробовали кнопку питания. Здесь эта кнопка не работает. Но это не проблема. Его можно запрограммировать, в принципе, под инфракрасную кнопку. И он будет срабатывать. Отключение звука не работает. Курсор мыши не работает. Навигация работает. Вверх-вниз абсолютно. Влево-вправо. Все работает. Окей. Подтверждает. Пауза play. Все. А домик зажимаем. Не работает. Голосовой поиск, естественно, так же. Саб меню не работает. Громкость. Не работает. Увеличение громкости вызывает какую-то функцию, которая недоступна. Play пауза. Не работает. Переключение треков. Так же не работает. Вперед. Так же вызывает вот такую вот панельку навигации на телевизоре. Переходим к браузеру. Включаю курсор. Курсор так же беспроблемно работает. Саб меню. Вызывает функцию, которая недоступна. Возврат. И домой. Не работает. И в принципе в браузере эти функции не работают. Ну здесь маленький функционал. Но если вам нужно именно курсор. И влево-право. Окей. Это все работает на пульте G50S. Подключаем следующий пульт. Это будет G21S. G21S с чем-то схож на G50S. Повторюсь, обзор есть на моем канале. Так, курсор сразу же работает. Видим. Звук. Телевизор, кстати, выключается с этим пультом. Абсолютно без проблем по блютузу. И так же включается. Здесь работает кнопка отключения. Курсорчик отключается и включается. Так же без проблем. Кнопка отключения звука здесь не функционирует. Громкость меньше нет. Плюс вызывает все ту же какую-то функцию, которая недоступна. Кнопка Back не срабатывает. Кнопка Домой также не срабатывает. Вызовы голосового помощника не срабатывают. Сабменю. Так же никаких функций не выполняет. Переходим к YouTube. Навигация полностью работает на всех пультах. Кнопка ОК здесь не работает, нужно сказать. То есть я нажимаю здесь подтвердить, она не работает. Зато работает кнопкой питания, как странно. Хорошо. Голосовой помощник также не вызывается. Back и Home также не работают. Сабменю не работает. Давайте включим ролик. Ролики перематываются влево-вправо. Back также не работает. Кнопка Delete. Отключение звука. Захожу в меню поиска. Кнопка ОК срабатывает. Голос. Delete также работает. Можно набирать и удалять текст. Но опять же нет кнопки возврата домой. Вызываю браузер. Пробуем курсор. С курсором все так же без проблем. Можно вносить текст. Подтверждать. Абсолютно работает без проблем все. Кнопки Page Plus, Page Minus. Здесь пролистывают страницу вниз и вверх. С громкостью все так же недоступно. Домой и возврат. Также не работает. Сабменю. Ничего не вызывает. Курсор отключается. Play, Pause. Не работает. Delete. Отключение звука. Следующий кандидат у нас на работу с данным телевизором. Это вот такой вот пульт Q6. Здесь также много кнопок. Как видим сразу работает курсор. Кнопка OK работает. Кнопки громкости не работают. Также кнопка громкость плюс вызывает какую-то недоступную функцию. Отключение звука не работает. Телевизор попробуем выключить. Выключается. Включить. Включается. Кнопка Submenu. В браузере ничего не вызывает. Переключение трека вправо также вызывает вот такое вот меню. Влево ничего не происходит. Курсор отключается. Submenu не вызывает никаких функций. Кнопка домой все так же не работает. Возврат тоже. Голосовой помощник не работает. Но здесь 17 программированных кнопок. И в сочетании с этим можно запрограммировать часть кнопок с этого пульта. И использовать его вот так вот в сочетании. В принципе здесь назначим кнопку домой. И еще несколько функций. И будет работать полноценно данный пульт. Закрываем Explorer. И переходим к YouTube. Кнопка OK. Скажем так должным образом как по мне не функционирует. Запускаю ролик. Пытаюсь запустить. Она здесь не срабатывает. Запущу дополнительно другим пультом. Play, Pause. Как видим так же не работает. По нажатию на кнопку OK. Вниз работает. Здесь так же функционал рабочий. В лево и право курсор работает на каждом пульте. Как мы заметили. Громкость вызывает так же какую-то функцию, которая недоступна. Кнопка Back. Домой. Ничего не происходит. Кнопка переключения трека вызывает все то же меню. В течение трека назад ничего не происходит. Курсор мыши так же. Саб меню. Ничего не происходит. Давайте подведем какой-то итог. Что я могу сказать. На каких-то из этих пультов срабатывают одни кнопки. На каких-то другие. И в принципе полноценно функционировать они не могут. Голосовой помощник естественно работать здесь не будет. Здесь нужно немножко постараться, чтобы его запустить. Если вам нужен курсор мыши, без проблем все работает на каждом пульте. И с браузером работать очень удобно. Вот этот вот MX пульт, который я тестировал первым. Он более-менее нормальный функционал показывал. Единственное, что нужно будет запрограммировать кнопку отключения и включения питания. И в принципе таким пультом можно пользоваться с телевизорами Samsung на Тайзене. Видео растянулось. 5 пультиков протестировали. На этом завершаю его. Думаю, что продолжим с другими пультами. Пока что всем спасибо за просмотр. Не забываем подписаться на канал. Поставить лайк данному видео. И посмотреть по ссылочке в описании вот такие пульты. На них есть отдельные обзоры. Ссылки на их покупку на Алиэкспресс по очень хорошим ценам. Пока.